К вакцинации здесь готовились заранее. С учетом числа заявлений от родителей сформировали очередность. Прививки каждые 10 минут, но каждый подросток под присмотром врача. Многие пришли с родителями. Согласие подписывают прямо в поликлинике на случай, если в день вакцинации дети будут нездоровы. Затем, как и у взрослых, осмотр врачом и только после на прививку. Я не думала, я была готова к этому. Вакцину опробовали на себе. Тяжелых последствий после введения вакцины не было. Инициатива была изначально моя, но дети не были против. Они понимают ситуацию. Я объяснила, насколько это важно. У Юлии двое сыновей 12 и 16 лет. Старший, по правилам, мог бы привиться самостоятельно. При достижении 15 лет достаточно согласия подростка. Говорит, в его классе желающих вакцинироваться пока немного. Мнения расходятся. Кто-то считает, что это хорошо, кто-то плохо. Ну, пусть каждый решает для себя это. У меня хроническое заболевание, и это только плюсом будет, чтобы не было каких-либо осложнений. Бывают ситуации разные. Родители говорят, да, а подросток нет. Мы его не вакцинируем. Бывают и наоборот. Родители говорят, нет, а подросток говорит, а я хочу. Такого подростка мы тоже не вакцинируем. Мы проводим беседу с родителем и говорим подростку. Ты должен объяснить родителям, если ты считаешь нужным себе вакцинировать. Да, мы за то, что ты вакцинировался. Но если родители не напишут нам, вот это вот заявление не будет, мы вакцинировать, хотя тебе 16 лет, тебя не сможем. Сегодня прививку делали в поликлинике, но в ближайшее время вакцинироваться можно будет и в медицинских кабинетах учебных заведений. Заявления от родителей будут собирать в том числе в школьных группах в соцсетях. Сегодня никаких побочных явлений от вакцины не выявили. Следующая прививка через три недели. К слову, запись о вакцинации внесут в детский прививочный сертификат, в том числе в электронном виде. Когда будет следующий транш вакцины в поликлинике, не знают. Сейчас у них 160 доз первого и второго компонентов. В чем уверены точно, число ковид зараженных детей с каждым днем увеличивается, как и число тех, кто страдает от тяжелых осложнений после ковида. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.